Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на обзор от Паблита! Сегодня у нас долгожданный гость от Феникса. Их компактная модель PD32. Давайте познакомимся с ним поближе. В коробке традиционной для Феникса. С инструкциями, с информацией, нанесённая на картоне. Внутри в прозрачном листере мы находим фонарь, чехол, гарантийный талон и инструкцию. И в кулёчке темляк, две прокладки и накладка запасная на крышку. В общем-то, типичный комплект от Феникса. Итак, давайте посмотрим поближе на фонарь. что он из себя представляет. Если вы обратите внимание, особенно предыдущие владельцы серии PD32, Феникс изменил дизайн своей головной части. Теперь она немножко сходится на конус. Как мне решение такое. Визуально смотрится интереснее, чем предыдущее. фонарь. Это уже не просто трубка. В общем-то, какой-то фонарь. Итак, головная часть фонаря. Рефлектор гладкий. Стекло просветленное. Ребра радиатора достаточно мощные. И, понятное дело, ему надо рассеять 850 люмен, который он дает в турборежиме. Кнопка переключения режимов. Резиновая. Звонкая. Умеренно. Жесткая. В чехле и кармане не будут включаться. Контактная группа. Вы видите, вставляются под пружину. И контактные площадки. Покрыты металлом желтого цвета. Корпус. Батарейного отсека. Достаточно толстостенная трубка. Мощная. Обратите внимание на торцах. Не анодированная. Контакт идет через эти площадки. Накатка умеренно. Цепкая. Вместе с клипсой, в принципе, достаточно удобно держится в руке. Сразу о клипсе. Клипса жесткая. Анодированная в черный цвет. Но, так как она стальная, корпус алюминиевый цвет их отличается. Площадка под клипсу только с одной стороны. Обратите внимание, что резьба размера разная. Со стороны кнопки она длиннее. Со стороны головной части она меньше. И, несмотря на то, что она одинаковая по шагу и по форме, если собрать фонарь. Наоборот, светить он не будет. Кнопка. Имеет, видите, грани. Для удобного откручивания и раскручивания. Вот ее контактная группа. Кнопка разборная. Как бы утоплена, видите, немножко. Защита есть. Но при этом она немножко выпирает. Дальше защита. Но фонарь поэтому не становится, как свеча. Имеет овальное отверстие. Под темляк. Давайте соберем фонарь. Фонарь может работать на таких источниках питания, как аккумулятор 18650 или батареях формата 123. Начнем с батарей. Обратите внимание, что запас по размеру, естественно, есть. Потому что аккумуляторы больше. Закручивание фонаря. Батареи болтаются внутри только при достаточно сильных ударах. Вот. Если мы вставим аккумулятор, который входит достаточно плотный, то и чек-то такого нет. Эффекта нет. Уже он абсолютно не болтает. По поводу включения. Выключение фонаря. Происходит торцовой кнопкой. Кнопка. Ход достаточно длинный. Позволяет тактическое включение. Переключение режимов. Происходит кнопка в головной части фонаря. и кратковременным нажатием. При удержании включается строп. Также немножко по поводу темляка. Темляк типичный для последних моделей феникса. Единственное, что придется немножечко повозиться или помочь себе, загнув, чтобы вставить темляк. Длины хватит, чтобы использовать темляк как на голой руке, так и с перчаткой. Фоды чехла. Он сделан из текстильной ленты и нейлона. Фонарь в нем можно носить как головной частью вниз, так и головной частью вверх. Даже с использованием темляка. Размеров хватает. В нем находится достаточно плотно и надежно. Сверху на чехле у нас есть петелька. Мы можем использовать карабин, чтобы прикрепить к рюкзаку сумки. Также у нас есть петля под ремень. На примере 5-сантиметрового ремня. Мы видим, что сюда влезет даже 6,5 ремень. Запас у нас есть. Фонарь готовлен очень качественно. Вы видите сами. У Феникс в последнее время не два повода для качества. Все аккуратно. Возмеры его небольшие. Вы видите, что он практически в моей руке прячется. Органы включения и переключения эргономичны. Ими можно апеллировать одной рукой. В целом фонарик хороший. Более подробно разберу его в своем обзоре. И рекомендую вам почитать. Спасибо за внимание. Всего доброго.